Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидоон, и я рад вас приветствовать в октябрьском подкасте. Итак, дорогие друзья, для начала, прежде чем я расскажу обо всём и почему пропустил сентябрьский подкаст, я хочу рассказать вам об одной игре, которая довольно близко и тесно соотносится со мной, потому как один из разработчиков, мой отличный лучший друг. Это Демонократ, мы с ним играли в много игр, в Payday, в Battlefield, в... Господи, что же там ещё-то было в Company of Heroes 2, это из тех, что вы, конечно же, видите на канале, так-то мы играли, ого-го-го, намного больше. И он устроился в компанию Ice Peak Lodge, которая как раз совсем недавно, буквально вот месяц назад, мне уже, конечно, давно надо было сделать это видео, но из-за того, что я уехал, у меня не было времени, я делал его в самый последний момент и решил совместить вместе с подкастом. Так-то я хотел сделать отдельное видео. Эта компания Ice Peak Lodge решила сделать ремейк своей самой первой игры, More Utopia. Она вышла ещё, по-моему, в 2006, что ли, году, если я не ошибаюсь, в общем, очень-очень давно. И сразу, кстати говоря, как только она вышла, я в неё играл, но она меня не затянула, потому что эта игра, ну, как сказать вам, не для всех, это игра жанра арт-хаус, так сказать. Сейчас они решили сделать её ремейк. Вы вообще можете эту студию знать по игре Тук-Тук-Тук, которая совсем недавно вышла, и очень много, очень много летсплееров её проходило. Вот, я её как-то обошёл, потому что она такая более инди-игра. Опять же, деньги на неё, насколько я знаю, были собраны здесь, на Кикстартере. Именно эту страницу вы сейчас видите, страницу Кикстартера. Так вот, они запустили проект по сбору средств на ремейк Мора Утопии. Как вы видите, сейчас проект уже более чем достаточно финансирован, но я всё равно хочу рассказать вам об этой игре, показать, какой она будет, какой её сделают. Я считаю, что, вот, судя по трейлеру, потому что я видел, это будет действительно отличная игра, и я обязательно буду её проходить, потому что это действительно такой большой, серьёзный проект. До этого игры были очень-очень артхаусными, ну, за исключением тук-тука, потому что как-то он был более понятен, я думаю, игрокам. Но всё же это был платформер, а это будет игра в 3D, красивая, большая. Итак, сейчас я вот, когда снимаю, осталось всего чуть больше двух суток. Вы увидите это видео, когда останется примерно двое суток до конца Kickstarter-компании. Но всё же у тех, кто желает, тех, кто захочет сделать какие-то пожертвования на разработку игры, то у вас ещё есть достаточно времени. Для тех, кто не знает, а не знает о Kickstarter действительно очень много людей, это площадка для разработчиков, где они могут выкладывать свои будущие проекты, которые ещё не сделаны, ещё идут на стадии, на ранней, самой ранней стадии разработки, для того, чтобы собрать средства и выпустить игры. Так, например, я финансировал сломанный меч 5. Он уже вышел, уже пройден, и сейчас я жду награды за вот тот донейшн, который я сделал. Да, вот сейчас особенно интересно. Зачем же людям делать это? Свои пожертвования зачем делать? Просто так? Да, конечно же, многие фанаты студии и фанаты там, допустим, Революшена, которые делал сломанный меч или Айсбек Лодж. Многие готовы и просто так отдать средства, но многие всё же хотят что-то получить, безусловно, с этого. И, конечно же, за определённые суммы здесь назначены определённые награды. Самая минимальная сумма всегда в Kickstarter-компаниях, это сумма, которая просто, по сути, направлена на будущую покупку игры. Это как бы предзаказ. Сейчас уже самые дешёвые предзаказы на Морутопию уже истрачены. Здесь было всего 3000 мест, они уже все раскуплены. Эта игра, по сути, стоила 20 долларов. Сейчас остались только по 25 долларов, но эти ставки не ограничены. То есть сейчас вы, по сути, можете купить, сделать предзаказ за 25 долларов. Предзаказ игры, когда она выйдет. Я не знаю, когда она выйдет. По-моему, сейчас, да, по-моему, сейчас совсем даже сроков нету. Если вот только в конце... Нет, я особо не знаю. Но, в общем, обычно, когда на Kickstarter финансируются игры, они выходят не скоро. Ну, там, ну, год, наверное, придётся подождать. Ну, хотя бы полгода, в любом случае. Но, я думаю, не меньше года придётся подождать. Вот. Но 25 долларов за предзаказ игры, это вполне себе обычная стимовская цена. Совершенно обычная стимовская цена. И тут идут разные ставки. Вы можете почитать о том, что даётся за каждую. Они на английском. Но здесь вообще весь текст на английском. Если вы хотите почитать этот текст на русском, я все ссылки внизу под видео приложу. То есть отдельная страничка. Вы на неё можете перейти вот здесь вот. Перейдя вот по этой ссылке, прочитать русский текст. Русский вариант этого текста можно здесь. Вот. И здесь уже всё по-русски, всё понятно. Но здесь, к сожалению, нету ставок и перевода, что, собственно, даётся за каждую ставку. Если вы плохо дружите с английским, то Google Переводчик вам немножечко поможет. Но, по сути, здесь сначала до каких-то сумм всегда идут диджитал награды. То есть цифровые. Там идут бонусы такие, как ваше имя, например, в титрах. Альфа, бета доступ к игре. Всякие саундтреки, плакаты. Там какие-то комиксы, может быть. Ещё чего-то. А с определённой суммы идут физические награды, то есть реальные, которые вам придут уже по почте. Вот здесь со 160 долларов, да, насколько я понимаю, да, со 160 долларов уже идут физические награды реальные, которые вы получите потом по почте. Такие, как книги, диски с саундтреком, подписанные все, опять же, эти артбуки подписанные, копии с игрой. Могут быть обычные или подписанные. Всякие футболки, кепки и прочее. Здесь много всего. Маски здесь даже есть. Но это за самые такие прям огромные ставки. Кстати говоря, здесь уже самая большая здесь была. Вот. И... А, кстати, расширили. Расширили. Раньше здесь всего было трое за 3000 долларов. Сейчас расширили до 10. Вот. Что-то раскуплено уже, что-то нет. Но есть простой предзаказ за 25 долларов. И если вы, как бы, не фанат, не стремитесь получить что-то, что останется вам потом на века, то вы можете просто предзаказать игру, сделав донейшн. Все совершенно чисто, честно. И уж поверьте, здесь не может быть каких-то подвохов. Вы можете сделать переводы, насколько я помню, через PayPal, с любой, там, кредитной дебетовой карточки, которая у вас есть. Сделать это не составляет никаких трудностей для тех, кто прошарен. А, я думаю, именно такие люди и будут делать донейшн свои. Итак, давайте я пущу сейчас трейлер фоновым видео, вырезанные кусочки, а сам немножечко зачитаю о том, что из себя эта игра представляет. Да, если вы хотите посмотреть трейлер полностью, он 6-минутный, довольно длинный, полностью с русскими субтитрами, то вам нужно перейти на русскую страничку игры. Ссылочка, опять же, под видео. Здесь вы открываете, запускаете трейлер, и вот здесь вы должны нажать на CC и выбрать русский язык, как субтитры. У вас будет трейлер на русском языке. Итак, давайте немножечко я зачитаю о том, какая же у нас будет завязочка в игре. В провинциальном городке, построенном в районе старинных кожевенных промыслов, разражается эпидемия неизвестной болезни. Ее можно узнать по некоторым внешним признакам, но причины и происхождение представляются загадкой. Болезнь заразна и смертельна. Она поражает одновременно нервную и кровеносную системы человека и протекает как в физиологической, так и в психической форме. Для локализации эпидемии и борьбы с ней власти направляют дипломированного врача, затем следовательницу инквизитора, а впоследствии армейского командира. Первому поручено искоренить заразу, второй, в случае провала миссии лекаря, выяснить природу загадочной эпидемии. А третьему оценить ситуацию и принять решение о целесообразности тотального уничтожения зараженного города. Параллельно с первым врачом, бакалавром, в городе действуют два добровольца. Это самозванка, экзальтированная девочка, которая полагает, что может исцелять больных наложением рук. Игоруспик, талантливый хирург-самоучка. Вам предстоит выбрать одного из трех целителей и приступить к исследованию города, его необычных традиций и сложных отношений его обитателей. Незримого врага по имени Песочная Язва придется одолеть всего за 12 дней. Самым ценным ресурсом станет время. На каждом шагу вам придется совершать нелегкий выбор. Чтобы иметь возможность справиться с основной задачей, сначала нужно попросту выжить. Отдадите ли вы револьвер человеку, чьи намерения далеки от благородных? Если только этот револьвер и может сохранить ему жизнь. Спасете ли близкого человека, уверяющего, что он твердо решил умереть? Поделитесь ли последними лекарствами с властьимущими, чтобы получить доступ к ответам на бесконечные вопросы? Предпочтете помочь простому прохожему? А может и вовсе эгоистично оставите пилюлю себе на случай заражения? А заразитесь вы неизбежно. Такова ситуация в непростом мире игры Мор Утопия. Да, еще небольшая такая мелочь. Игра интересна тем, что вам отведено 12 суток, которые каждые сутки, по-моему, будут равны 2 часам игрового времени. Что бы вы ни делали, игра закончится. И это действительно классная фишка. Помнится, последний раз, где я встречал такую фишку, это была игра, моя любимая игра, Shenmue. Там тоже можно прожить, прожить реально, прожить до определенного времени, и игра закончится ничем. Ну что же, дорогие друзья. Рассказал, посоветовал. Если вам понравится, я буду очень рад, если вы поддержите данную игру на Kickstarter. Помните, все ссылочки под видео. Сначала будет ссылочка на официальную страницу Kickstarter. Под ней будет ссылочка на русскоязычную страницу, где вы можете просто прочитать переведенный текст. Все донейшены нужно делать только на официальной странице Kickstarter. Вот этой, которая у вас сейчас на экране. Ну что же, давайте теперь перейдем к новостям канала. Много чего изменилось, много чего я ввел. Но в основном, конечно же, сыграла роль на все. Вот моя такая серьезная задержка. Мне пришлось уехать на больше, чем неделю. Мне пришлось бросить все. Я ничем не мог заниматься, потому что там, куда я уехал, у меня был лишь ноутбук. А он тянул только старенькие игрушки, типа третьего Warcraft'а. Или же максимум, что из нового, это был Hearthstone, в который я хоть, наконец, немного поиграл, освоился и даже смог побеждать. Но, кстати, есть небольшой такой плюс из всего этого огромного минуса. Я наконец-то прошел Resident Evil 2. Да, я проходил первый, проходил третий, но что-то как-то не проходил второй. Прошел, наконец, второй Resident. С удовольствием, кстати, в будущем когда-нибудь, я вообще не знаю когда, потому что времени катастрофически не хватает. Игры выходят просто, просто как из пулемета они вылетают, игры, которые и всем не хочется пройти на удивление, а? Вот вы себе не представляете. Вот. Почему я уезжал, причину, не хочу говорить никому это. То есть, может, кому-то это интересно, думаю, но ничего, в общем, хорошего не было. Так что давайте забудем обо всем об этом. И просто вы продолжите наслаждаться, а я продолжу делать свое любимое дело. Итак, из нового, что я сделал, перед отъездом я ввел рекламные услуги на канале. Многие до этого просили, я все никак не решался. Я ввел некоторые рекламные услуги на канале. Если кому-то интересно, то у меня здесь на главной странице канала есть ссылочка. Вот она вверху здесь, реклама. Вас перекинет сразу на прайс-лист. Ну и в описании под любым видео новым вы можете найти эту ссылочку. Также в группе ВКонтакте у меня везде эти ссылочки висят. Так что при желании, при желании, тот, кто ищет, тот найдет. Вот, я выставил для продажи, так сказать, для продажи, как это звучит-то, только самую такую, ну, так сказать, не агрессивную рекламу. То есть я пока что отказался от преролов в начале видео. Конечно, это самое дорогое, что можно сделать в видео. Это самая, наверное, эффективная реклама. Но я пока не буду этого делать, потому что это будет довольно сильная нагрузка на подписчиков. И пока что, пока что точно я от этого отказываюсь. И, возможно, если, конечно же, средства будут дальше позволять, сейчас пока все нормально, слава богу, то я от этого, так сказать, откажусь навсегда. Вот так вот. Никогда не попробую и сразу откажусь. Итак, дальше давайте перейдем к играм, которые у нас сейчас проходятся. Очень их много. Из-за того, что я уезжал, была большая такая вот... Большой такой перерыв, большая задержка, поэтому много всего накопилось. Я планировал за вот эту неделю, которой у меня не было, завершить там игры Dead Rising. Хотел завершить там еще... Ну, хотя бы Dead Rising хотел завершить. Хотя бы одну хотел завершить. Это уже было бы хорошо. Уже как-то немножко груз бы сбросился. Хотя все равно у меня вот накапливается, накапливается, накапливается. Катастрофически просто. А впереди еще осень. И, блин, я не знаю, как там все будет, но игры вот особенно в октябре будут просто валом. Я придется отказываться от вот каких-то менее приоритетных игр или тех, в которые я меньше хочу сыграть, чем в другие. Но будут игры, которые будут обязательно. То есть такие игры, которые я прям вот очень жду и очень хочу сыграть. О них я, конечно же, уже скажу. О некоторых со временем, а о некоторых уже сейчас. Итак, сейчас у меня проходятся такие игры, как Средиземье Тень Мордора. Вот как раз по приезду я ее начал и постараюсь как можно быстрее пройти. Сейчас пол игры у меня записано. Я думаю, чем как бы дальше, тем быстрее я буду проходить по сюжету, потому что я сейчас очень, ну, довольно много, так сказать, отвлекаюсь на дополнительные задания. Они, конечно же, закончатся со временем. Вот. И дальше мы уже закончим. Ну, я не знаю, кстати, в какой серии. Сейчас где-то на 10 серии у меня примерно вот пол игры пройдено. Итак. Далее. Вот как раз Dead Rising 3. Многие, очень многие спрашивают, где Dead Rising 3. И я знаю, что очень многие из вас, засранцев, ставят мне дизлайки за то, что я выпускаю там Тень Мордора, а не Dead Rising 3. Это, конечно, мне очень не нравится. И только лишь раздражает меня. И желание там делать что-то для тех, кто ставит дизлайки, сами знаете, отпадает. Так что стимулировать меня, ставя мне дизлайки на каком-то видео, это совершенно глупо. Глупее не придумаешь. Так. А, ну да. Когда я сделаю? Ну, когда сделаю, тогда сделаю. Когда желание поесть, тогда я сделаю. Сейчас мне прет проходить Тени Мордора. Вот уж вы извините. Мне в любом случае надо какие-то игры проходить, так что, как бы, мне, по сути, сейчас просто нужно выбрать из той игры, которая мне в данный момент больше нравится, которую больше мне хочется проходить. Естественно, я сейчас буду проходить игры как, ну, максимально, максимально быстро и максимально много буду тратить времени на прохождение. Так, ну и, конечно же, в подвешенном, в очень подвешенном состоянии стали находиться такие игры, как Risen 3 и State of Decay. Просто невероятно. Ну, я молчу там про этот, господи, Dark Souls, да, вот. Потому что его прохождение зависит от моих напарников. И тут раз на раз вообще не приходится совершенно. Ещё что планировал, это сделать несколько перезаливов. Две серии Фаренгейта, две серии Метро, Ласт Лайт, ещё вот старого. Над этим всем нужно работать. Фаренгейт у меня уже готов. Ласт Лайт я так и не доделал, уехав тогда. Так что уже не знаю, когда я доделаю. Да, ещё у меня готовы полный эпизод, полный финальный пятый эпизод Ходячих Мертвецов в одном видео. И первый, второй, четвёртый, первый, второй, третий, по-моему, нет. Первый, второй, четвёртый, пятый эпизоды полностью в одном видео по Волку среди нас. Я это ещё давным-давно сделал, уже залил. Висит там, просто нужно дооформить, выложить. Ну, не знаю, когда-нибудь выложу. Да, ещё в планах у меня сделать ещё одно видео по Снайпер Элит. Помимо, кстати, третьего DLC, которое ещё не вышло. По-моему, ещё не вышло. Вот, помимо этого, ещё одно видео по Снайпер Элит я хочу сделать. Вот, ну а теперь давайте поговорим о тех играх, которые у нас ещё не вышли. Ну, которые я обязательно хочу проходить. С октябрём мы... То есть, с сентябрём мы пока что вроде как разделались. А вот в октябре у нас ещё выйдет множество игр. Первая из игр, которую я обязательно буду проходить, в октябре будет вот самая жесть вообще. Столько игр выйдет, которые я бы хотел пройти. Но придётся выбирать. Итак, в октябре у нас выйдет, первым делом, 7-го числа выйдет Alien Isolation. Это будет хоррор про чужих. И судя по оценкам, он будет офигенно крут. Потому что оценки там от 70 до 90. Очень-очень-очень высокие оценки. И очень маленький разброс в оценках. То есть, нет такого, что одно издание 4 ставит, а другое 9 ставит. То есть, игра действительно будет отличной. Её я обязательно буду проходить. Она будет полностью на русском. Прекрасно. И начну сразу проходить её по выходу. Далее у нас идёт игра, опять же, того же самого 7-го числа. Вот почему они так делают? Я не понимаю. Не понимаю просто, почему вот так вот делают. Дальше, опять же, 7-го числа идёт Stix, Master of Shadows. Это игра про... Хе, забавно. Была такая игра Of Orcs and Men. Я в неё так и не сыграл. Там было два персонажа. Не сыграл я её в неё потому, что... Я думал, что там будет кооператив, и мы с другом сыграем в неё. Но почему-то они решили сделать двух персонажей в игре. Но не сделали кооперативное прохождение. Это очень странно. В общем, одним из персонажей был вот этот... Кто он там? Ёлки-палки. Ну, в общем, зелёное создание Stix. Четон на орк-то не похож. Как-то мелкий уж. Хотя орки разные бывают. И вот про него сделали отдельную игру. Это будет Stealth Action. Я думаю, он будет от третьего лица, но, наверное, будет чем-то похож на вора. Даже не знаю. Далее. Десятого числа. Всего лишь через три дня после What Alien Isolation. В Statist X это будет уже вторая игра по приоритету. Скорее всего, я не начну её проходить. Ну, вот, седьмого числа, по крайней мере, точно. А так вообще не знаю. Не знаю. Скорее всего, вообще не начну. К сожалению. Десятого числа выйдет Райс, сын Рома. Рома? Что я говорю, господи? Райс, сын Рима. Это ещё один порт эксклюзива, бывшего на Xbox One, как Dead Rising 3. Он тоже был эксклюзивом на Xbox One. И Райс. И вот они вышли сразу по выходе консоли. Были эксклюзивами. Так сказать, играми первого ряда. Первой линейки, которые как-то должны протолкнуть были консоль. И сейчас их портирует Microsoft на Windows. Ну, в принципе, логично. Почему бы не заработать ещё денег? Я приветствую это. Очень приветствую. Да, я буду проходить эту игру. Она будет не слишком длинной. Где-то, ну, 5 часов геймплея. Я не думаю, что там будет... Я не знаю, есть там открытый мир или нет. Вот. Но сам сюжет игры, он небольшой. 4-5 часов. Ну, 5-5. Я всегда прохожу всё дольше. Намного дольше. Так что около 5 часов. Далее, 14-го числа выходит новая часть Borderlands. Это просто жесть. Я не знаю, вот как мне со всем этим справляться. Выходит новая часть Borderlands. Надо бы подумать, с кем её в кооперативе пройти. Если мои друзья не согласятся, тогда, возможно, есть у меня намётки, с кем поиграть в эту игру. Посмотрим. Далее, опять же, 14-го числа. Просто жесть. Выходит, это Borderlands. Опять же, из всего этого, эта игра не первого плана. То есть, я её уступлю. Далее, 14-го же числа выходит Raven's Cry. Это RPG, там, про пиратов. И я мало о ней чего знаю. Но, вроде как, она должна быть интересной и многообещающей. Опять же, по этой же причине, эта игра отходит на второй план, к сожалению. Опять же, третья игра. 14-го числа. Это Sleeping Dogs Definitive Edition. Это тот же самый Sleeping Dogs, только с улучшенной графикой. Выходит на PlayStation 4, Xbox One, со всеми DLC. Эта игра, скорее всего, третьего плана будет для меня. Хоть я и не проходил оригинальный Sleeping Dogs. Игра хорошая, конечно же. Неплохие оценки она получила. Но, к сожалению, нет времени, нет возможности. И четвёртая игра, которая уходит 14-го октября. Сволочи, зачем они так делают, я не знаю. Это Evil Within. Вот эта игра будет первого плана. Я её обязательно буду проходить после обязательного Alien Isolation. О-би-за-тель-на. Буду проходить Evil Within. Эта игра в лучших традициях Silent Hill, Resident Evil. Это тот самый долгожданный мной ужастик на выживание. Один из моих любимых жанров. И нелюбимых одновременно, потому что очень страшно, мать его. Но так интересно, так интересно, чёрт побери. Такая шикарная атмосфера там будет. Такие какие-то жутчайшие совершенно монстры будут присутствовать. В общем, обязательно в эту игру буду играть. Ждите, она будет на канале. Так, идём далее. И 21-го числа выходит Dreamfall Chapter's The Longest Journey. Это тот самый старый-старый-старый добрый Longest Journey. Который был, опять же, профинансирован на Kickstarter. Выходит первая часть, насколько я понимаю. Да-да, выходит первая часть. И это тоже игра второго плана. Так что, скорее всего, её в ближайшее время точно не будет. Больше в октябре ничего... В принципе, достаточно, да? Вот этого вполне достаточно. Больше в октябре не будет чего-то такого, что стоило бы мне обязательно сыграть. Или что мне хотелось бы обязательно сыграть. Вот это главное. Много ещё игр выходит там интересных. Типа там Civilization или там Bayonetta 2 на Wii U. Но у меня и Wii U-то нету, а и Civilization я не люблю. Так что об этом даже говорить нечего. Октябрь будет очень жарким. Просто огонь. Я сейчас каждый день вот буквально по пальцам сосчитываю, чтобы уложиться во всё, чтобы всё успеть. Но всё я по-любому не успею. Такова жизнь. Что поделаешь, дорогие друзья? Ну что же. На этом, я думаю, у меня всё. Больше мне добавить нечего. Будем... Вы наслаждайтесь, а я буду усиленно работать. И, конечно же, наслаждаться вот этими шикарными новинками этой осени. Дальше будет после октября. Ещё, конечно, очень много хороших и стоящих игр намекну. Far Cry 4. Far Cry 4. Чёрт, как же я жду Far Cry 4. Вот. Но это всё будет потом. И о нём мы поговорим уже тогда, когда... Об этом всё мы поговорим тогда, когда оно уже будет... Не за горами, так сказать. Для меня. Потому что это для вас месяц. Это, наверное, не срок. А для меня месяц это... Ох! Ёлки-палки, какой срок. Я столько всего делаю за это время, что для меня это время просто невероятно растягивается. Ну что же, дорогие друзья. На этом у меня всё. Встретимся в прохождениях и в следующем подкасте. Надеюсь, он выйдет и я не задержу его, как я люблю делать. С вами был Гидон. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok